Мы сейчас находимся в городе Ниспарены. Протяженность нашего трека здесь менее километра. Это рабочий трек для отработки основных элементов разгона торможений и поворотов, для основы и постановки правильной базы для успешного, как правильно сказать, будущего спортсменов. Такой необычный и экстремальный вид спорта, как мотокросс, продолжает набирать обороты в Молдове. Еще 15 лет назад на одно из первых мероприятий не могли собрать и семь спортсменов. Сейчас в федерации порядка 70 человек. Они разных возрастов и до мотокросса у них было совсем не спортивное хобби. Габриэлу сейчас 5 лет, но на мотоцикл он сел почти сразу, как начал ходить. А в 4 года уже бороздил гоночные трассы. Саше 8. Он занимается мотокроссом всего 3 месяца, но уже знает все о своем железном коне. Это мотоцикл. У него есть свеча и мотор. Только если дождь капает, он немножко дым пускает, и он горячий становится. Среди малышей есть и более взрослые мотоциклисты. Миша 14 лет и за свою пятилетнюю карьеру он уже несколько раз успел завоевать титул чемпиона Молдовы. Успел в Молдове завоевать 4 типа титула чемпиона Молдовы. Ездил в Украине, тоже занимал там первые места. Сейчас вот за 2020 год занял третье место в итоге в Румынии. А самая моя вообще такая классная гонка, вот как по мне, именно вот где я прям продвинулся, это была в Чехии, когда меня отобрали на чемпионат Европы тогда. Я, конечно, приехал там не в 20-ке где-то, я, конечно, с 40-м приехал, но это опыт был очень классный, потому что когда тебя несет эта толпа, это, опять же, и адреналин, и это всегда было круто. За век своего существования мотокросс сумел не только сформироваться в классическую дисциплину, но и стать основной для появления целой серии разновидностей гонок, часть из которых в итоге была официально признана отдельными видами спорта. За последние 30 лет нашей независимости отборочный этап чемпионата Европы детский в категории мотоциклов 65-85 кубических сантиметров, где мы приняли гостей из Турции, Греции, Израиля, Украины, Румынии. То есть было масса зрителей. Два года назад подали заявку для проведения чемпионата мира на мотоциклах с коляской. У нас на сегодняшний день все это в процессе. Поэтому я думаю, что мы обязательно добьемся того, что мы запланировали. Почти все ребята приходят в спорт за новой порцией адреналина и острых ощущений. Да, закончил музыкальную школу по классу гитары. Было лето, карантин, было скучно. Вот мой друг Артур пошел на мотокросс. Я давно уже смотрел всякие видео на эту тему, интересовался, но не знал, что такое у нас в Молдове тоже есть. Также не хватало адреналина, тоже хотелось. Время гонки мне нравится адреналин соперничества. И то, что взять первое место и прийти к этому титулу через пот, кровь, слезы, через все. В 2019 году наша страна впервые принимала чемпионат Европы по мотокроссу среди юниоров. На нем хорошо выступили и молдавские спортсмены.